Итак, вот наши красавчики. И здесь представлены спонжи от Real Techniques. Приобретала на iHerb примерно около 300 рублей. Сейчас я зашла, посмотрела. Он стоит 228 рублей. Спонж косметический. Приобретался в Fixed Price. Цена 55 рублей. Спонж от Faberlic 299 рублей. И спонж самый дешевый. Примерно около 40 рублей он стоил. Алиэкспресс. Два дешевых спонжа и два более дорогих. Эти спонжи от Real Techniques на других сайтах, не на iHerb, стоят примерно около 800 рублей. Уважаемые мои, это грабеж. Потому что на iHerb вы два можете купить за 500 рублей. Я прекрасно понимаю, что не всем доступен может быть сайт iHerb. И не все хотят заморачиваться с ним и что-то заказывать. И доставка там дорогая. Но есть простое решение. Вам всего лишь нужно сделать совместную покупку с вашей сестрой, подругой, с мамой, знакомыми, коллегами. Неважно. Набрать на определенную сумму, при которой доставка идет бесплатно. И вы получаете качественные, хорошие продукты. А там их немало. За меньше деньги, нежели они продаются здесь, на любых других сайтах. Если оценивать упаковку, то мне больше всего нравится упаковка от Faberlic, потому что она мобильная, если говорить о том, чтобы брать его с собой. И очень удобно его здесь хранить. Так выглядят спонжи без упаковок. Это Real Techniques, это Faberlic, это FixPrice и здесь AliExpress. Вот этими тремя спонжами я пользовалась только по одному разу. Вот эти бюджетные спонжи, они очень трудно отмываются на них. После одного раза остался тональный крем, и я не смогла его отмыть, к сожалению. Faberlic я также мыла один раз. Смылся сам цвет розовый спонжа. Краска сама смылась. Спонжем от Real Techniques я пользуюсь около полугода. И мою его перед каждым применением. В принципе, отмывается он неплохо, но уже видно, что он поизносился. Сейчас они представлены в сухом виде. И давайте их попробуем на жесткость. Здесь AliExpress, ну он очень жесткий. То есть, мне приходится прилагать большие усилия, чтобы его надавить. Далее, спонж FixPrice. Он жестче в два раза, чем спонж с AliExpress. Faberlic мягче, намного, раза в два мягче, чем вот этот с AliExpress. Но особо мне даже не надо прилагать усилий, чтобы его сжать. И спонжик от Real Techniques. Он, ну, довольно мягкий. Не присутствует в нем такая какая-то жесткость, которая внутри находится, допустим, вот этого спонжа. Запоминаю, как они выглядят в сухом состоянии, а я их пошла мочить и вернусь к вам буквально через секундочку. И я к вам вернулась. И что мы видим? Спонж с AliExpress не увеличился вообще. Спонж с AliExpress по мне так тоже не увеличился, но я думаю, что на монтаже мне это даже будет более понятней. А вот эти два спонжика, вот Faberlic и Real Techniques, естественно, увеличились. Что касается жесткости после намокания, от AliExpress такой же твердый, от FixPrice стал тверже, от Faberlic такой же мягкий, но и от Real Techniques он даже еще мягче стал и еще приятнее. Ну и мы добрались с вами к самому интересному, это проверка, как же наносится сам тон. И проверять мы будем на моей руке, а именно мы будем с вами вот эти венки мои закрашивать и таким образом вам будет виднее сам эффект нанесения ими тона. В моем эксперименте мне будет помогать моя рука, собственно, с венками и мой помощник CC-крем от Lumine 6 в 1, AliExpress. Почти весь продукт впитал в себя, на коже ничего почти не осталось, мне пришлось постучать по руке, и он жутко воняет резиной, это просто ужасно, и потом руки еще воняют в день. Спонж с FixPrice. Спонж еще больше, чем предыдущий, впитал в себя продукт, в принципе, первое прикосновение, где было, там он и остался. На руке также практически я его не вижу и даже вот не ощущаю. Также есть неприятный запах резины, который с вами на протяжении всего дня держится на лице. Огромный спонж от Faberlic, ну он просто реально огромный. Также впитал в себя основной продукт, если вы им проведете, у вас все останется здесь, то есть если вы захотите растянуть ваш тон, вы просто его оставите на спонже. Остается еще в нем очень много влаги, то есть он нужно еще ждать долгое время, чтобы он высох, а потом только его наносить, потому что прям вода остается, и за счет этой воды он все это себя истягивает. Может быть даже стоит наносить тем полу сухим, не пробовала еще. Рео Техникс. Не знаю, как он будет передан на камере или нет, но я вижу, что здесь продукт остался. Он не полностью сюда весь впитался. Самый мягкий из всех, мне даже не пришлось особо прилагать усилия. Я сразу могу сказать, что вот эти два точно нет, и не приобретайте их, не покупайте, это однозначно. Они очень сильно воняют, они не увеличиваются в размере, такие же маленькие остаются. Очень жесткие, в себя убирают очень много продукта, и на вашем лице вообще ничего не остается. Ну и два спонжа, которые в принципе по цене одинаковые, если мы берем сайт iHerb. Также очень много себе выбирает продукта, очень медленно высыхает. Вроде как нажимаешь, в нем воды не остается, но когда вы распределяете по лицу, очень много влаги он выделяет, и он твердый. Хоть вот так его сжимаешь, он кажется мягким, но на лицо, когда вы носите, он твердый. И он весь ваш продукт, когда вы захотите его растянуть, он просто весь останется на спонже. Ну естественно, по всем параметрам для меня, и я уже полгода его использую, остается все-таки от Real Techniques. Он очень мега мягкий. Да, он в себя вбирает продукт, но не весь, и на коже у вас остается он, и я это очень прекрасно вижу, когда наношу вот этим спонжем и этим на лице именно. Очень красивый эффект от него получается на кожу, когда вы наносите тональный, ровный. Я не советую его однозначно покупать, даже в качестве, может быть, если вы хотите замены от Real Techniques. Он даже рядом с ним не стоял, по тому эффекту, какой дает Real Techniques, как он мягко наносит, как он красивую делает кожу. Для меня это однозначно победа его, и первое место я присуждаю спонжу от Real Techniques. Спасибо, что вы меня смотрели, спасибо, что были со мной. Надеюсь, для вас это видео оказалось полезным. Именно таким я его и хотела для вас снять. Всем хорошего дня, хорошего настроения, и пока, до встречи в следующем видео.